Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши и программа по существу. Меня зовут Галина Титарчук. И сегодня у нас в гостях президент Академии Художеств Мира Новая Эра, народный художник Чуваши, действительный член Гуманитарной Академии Европы и Азии, действительный член Академии Гуманитарных Наук России Анатолий Силов. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы сегодня с вами в нашей студии встретились по такому поводу, потому что наслышано о том, что вы приняли участие в международном симпозиуме, очень крупное мероприятие, в котором принимали участие более 30 художников из арабских. Ну вот сами расскажите, пожалуйста, что это было за симпозиум по городу Кони? Симпозиум собирались в городе Кони, Турция. Это на горной местности, это город такой вот он, около сирийской краницы примерно будет. И там собрались азиатские художники, начиная от Киргизии, Узбеки, Туркмены и полканские художники, потом Турция и все арабские республики, включая Ирак, Саудовская Аравия, Кювейт, Эмираты, Абудаби, вот, еще другие, сирийские, ливанские художники, египтские художники. Вот, и получилось у нас 30 стран. Ну, меня пригласили, как у нас Чуваши является как бы тюркоязычная республика. И я еще раньше работал в Турции, как остаюсь, так как турецкий художник. И они меня вот каждый раз приглашают на всякие такие свои мероприятия. И на этот раз очень попросили, поскольку я за это время стал президентом Академии художеств, который сам же создал. И в нашей Академии около 25 стран уже, поэтому желающих внедриться в нашу Академию очень много. Поэтому вот я специально поехал в город Кони, и там очень хорошо приняли, очень широко организованно, и очень приятно было так выступить там. Вот этот симпозиум, это все-таки больше обмен информацией? Обмен информацией, да. Я рассказывал там, поскольку я был в июне месяце с симпозиами европейских стран, там тоже 28 стран было. Меня там приглашали даже несколько раз. Я первый раз не смог поехать, а второй раз я уже поехал. Вы такой путешественник получается, знаете, не только страны, да, не только их жители, но и с культурой очень хорошо знакомы. Вот что вам помогает, и это как-то отражается на тематике ваших произведений? Знаете, я как вот, как раньше работали, художники многие работают не системно. Что попало? Вон сегодня пишет портрет, завтра пейзаж, послезавтра натюрморт, еще что-то. От случая к случаю, это не система, ничего такого правильного направления, что ли, нету. Я взял, сейчас пишу картины боги древних цивилизаций. Когда я их начал писать, вот у меня уже их 80 картин, вот 80 картин, и эта выставка будет у меня впервые открываться в Сингапуре. Музей только строится пока там. В следующем году будет там как раз открытие моей выставки. Вот эти, я думаю, что то 100 картин я доведу к тому времени. Ну познакомьтесь с творчеством, это же наглядно. Это я хотел бы тут вот показать китайцы здесь у меня в основном, потому что, начиная от первого императора Шихуанти, картину написал «Время трех династий», допустим, да? Боги и люди. Там даоизм и буддизм. Одни так верят, другие так, но они как-то очень плавно переходят с одного к другому. Поэтому я набрал очень много литературы и сижу, как, можно сказать, ученый. Но я днем работаю, например, целыми днями, каждый день я работаю. А вечером я сижу у компьютера и литературой занимаюсь, потому что все исторически правильно надо делать. В смысле, обувь, аксессуары, костюм, оружие, там, все вот это надо, все. И потом надо было выбрать специально для моей серии себе я выбрал трактовку, композиционное какое-то решение. Это не иконы и не станковая картина, что-то в середине. И поэтому так вот вроде как получается. Потому что я последний раз показывал свои работы президенту Шотландского королевского банка в Сингапуре. Они одобрили, очень нравятся им мои картины. Потом уже меня включили калереи опера, в которые всемирно в эту самую систему входят. Ну покажите, пролистайте, да. Дождик уже видно по его произведениям. Покажите, может быть, яркое. Есть прекращение действий хаоса, допустим. Это по китайской тематике. Потом здесь боги и люди китайцы тоже. Первый император, небесная мутрейшая. У них тоже вот по таоизму есть вера, что императоры, императоров, в первую очередь они советы дают только женщинам. А чем вы выполняете? Холст масла. Размеры у меня почти два размера всего, потому что это очень удобно. Контейнеры на самолетах размеры как раз входят. То есть ваши картины за вами летают? Да, но они, чтобы там, что разного размера картины, не упакуешь. И контейнеры уже не могут не влезть, как попало там, и не повезешь столько. Потому что я знаю, что 100 картин, у меня два контейнера, и все. В следующем году у меня будет 76 лет хотя бы, хотя, но я буду делать выставку уже как персональную и юбилейную, как 75. Потому что в этом году я из-за Сингапура, я там как раз был и здесь не открыл. В будущем году я здесь открываю свою персональную выставку, и после этого сразу я кружу эти картины на самолет в Сингапур. Мы ждем приглашения на вашу персональную выставку. Обязательно хотели бы познакомиться с вашим творчеством поближе, увидеть воочию. Ну, обязательно, конечно. Я приглашу вас, потому что это, наверное, будет интересная выставка. Хотя бы потому, что даже вот ученый один, старый американский Захарий Сичин, мы с ним общались, общаемся. Книги его, все материалы вот эти, он впервые прочитал шумерские письмена. И вот он говорит, я сам буду давать название твоим картинам. Понимаете? Потому что это очень ответственно. К картине дать название, это не просто тоже вот, особенно китайские картины, это не просто ведь назовешь. Там очень интересные названия должны быть. От этого много зависит даже. К сожалению, время нашей передачи ограничено. Мы вынуждены с вами прощаться. Несмотря на то, что разговор, конечно, очень интересный, я надеюсь, что мы его еще и продолжим и встретимся с вами не раз. А я с вами тоже прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова